Соловьёв Василий Феликсович Повысить свой профессиональный уровень От чего-то простого перейти к более сложному И чтобы с повышением квалификации уже зарабатывать больше Ну а сейчас это как-то вот уже куда-то ушло Сейчас, если ты хочешь повысить свой профессиональный уровень Значит, плати деньги за своё обучение Деньги отдал, а сможешь ли ты работать? А твой работодатель, ну непосредственно, к которому ты идёшь Он уже не берёт тебя, если ты не имеешь какой-то определённый свой документ, сертификат Вот как бы я не хотел бы освоить сварку Освоил я что-то под более... Начинал с чего-то простого, с решёток, с мусорных баков, с мусорных урн Потом научился варить трубы А вот сейчас вот как-то хочется научиться варить и под рентген Иметь корочку НАКС А вот приди вот куда-нибудь к работодателю Ему нужен готовый специалист Обучаться он тебя всё равно не будет А на производстве так не хотят... Ну терять меня имея... То, что не хотят терять меня как специалиста, которого я имею уже тот профессиональный навык То, что у меня сейчас есть Но если я вот обучусь и пойду уже выше, фактически мне придётся уходить оттуда Ну вот я не знаю Почему вот так вот и сейчас делается так, что не дают просто повысить свой профессиональный уровень От более простого перейти к более сложному Вот это ещё... К тому же ещё душат вот этими вот ночными сменами Которые вот просто невыносимо перенести Но не каждый может это выдержать вот эти пять ночей подряд Человек любой должен ночью спать Вот Ну вот Я не знаю Вот если конечно вот я пытался как-то делать так, чтобы вот научился я варить трубы Хотел пойти вот куда-то вот где только трубы варят Вот эти подрядные организации строительные А там вот всё время задержки зарплаты Вот как-то обидно Обидно только за то, что Я вот имея вот этот вот профессиональный статус Не мог продвинуться дальше Чтобы вот этот профессиональный статус себя оправдал И продвинул в перспективе С оплатой денег С оплатой моего профессионального уровня Который я пытался себе поднять Вот и всё Этот капитализм ничего хорошего не делает Чтобы людям как можно меньше заплатить Или не заплатить даже вовремя А тем более, что капитализм не даёт Продвинуться к простому рабочему человеку В повышении своего профессионального уровня Можно вопрос? Вы в профсоюзной организации работаете? На нашем предприятии профсоюзная организация есть Ну я в общем-то пока не вступил в неё Я вот считаю мой профсоюз это наша трудовая Россия Но я думаю, что надо вот пойти в профсоюз Потому что вот Ну конечно без борьбы за свои интересы Капиталисты они свои интересы И тем более в подрядных организациях Там нету вот таких вот профсоюзов Как таковых их нету Они просто частные Там не идёт вредность сварщику Там задерживают постоянно зарплаты Там вот тех социальных нравов там нету Просто нету Даже несмотря на то, что ты пытаешься идти дальше По своей дороге Повышая свой профессиональный уровень Ну ведь это Эти профсоюзы Они подконтрольны работодателю И они их используют просто Ну в своих интересах Это ещё один инструмент Для использования Ну которым пользуется капиталист Для достижения своих целей А соответственно рабочие Ну должны Либо переизбрать Председателей В этом профсоюзе И контролировать его полностью Рабочие должны Ну либо Создать свой новый профсоюз Если не удаст Не удаётся В имеющемся уже На предприятии Переизбрать Председателя Ну тогда придётся Новый создавать наверное А без борьбы То есть вот так вот Упрашивать же всё равно Упрашивать Работодателя бесполезно Он Не Не услышит Ваших Пожеланий Я пытался Как-то Разговаривать И с рабочими И со всеми Ну все как-то живут Ну так От зарплаты до зарплаты Дают деньги Хорошо Пенсию получаю к ним Тоже хорошо Анна зачем мне это надо Да ещё Простите меня Нецензурно тебя Вежливо пошлют И так И так живут В тех же подрядных Организациях То же самое А там работают приезжие Украины С Украины С Молдавии Вот А уж с ними Тем более Никак не договориться То есть тяжело Поднять товарищей На борьбу Да Очень тяжело Это просто Неподъемный груз Ну это длительная работа Конечно Может быть Тогда вы им расскажете О наседании Российского комитета рабочих Я Может мы ролики Выложим на видеоканале Вы покажете Они посмотрят Что это Как Хорошо Я это сделаю И дело в том Что вот когда Меня выдвигали От нашей партии Родфронт в губернаторы И я сказал О наших условиях труда Так испугались Так начальники Не очень-то одобрительно Посмотрели на меня Испугались Вот что придет Рабочая комиссия А сами рабочие А у них кредиты Ипотеки И если Введут Внедрят опять Без сверхуроченных часов Восьмичасовой рабочий день И пять дней в неделю Это ж какая будет зарплата Они копейки будут получать А только они Их выручают только одно То что Кредиты их и ипотеки Выручают только одно Это сверхуроченные часы Рабочие субботы Вот И по шестнадцать часов Что им оплачивают Конечно Но это гробит здоровье И как вот вы сказали Эти смены Да Ночные Это очень вредно Действительно Это сбивает Ну Цикл Человека Вот суточный И портит здоровье Конечно Это очень вредно Поэтому нужно бороться Ну Если нет Определенной необходимости Производственной Как там Какая-нибудь Доменная печь Которую Нужно обслуживать То Ну Нужно Убирать Ночные смены Конечно И сокращать рабочий день За это надо бороться И бороться за то Что хотя бы Ну даже если люди Могут работать ночью Хорошо Но если человек не может работать Ну давать ему какие-то Поблажки свои Делать уступки Почему Работать ночью Или это как У меня нету необходимости Работать ночью Работают ночью У нас У нас два участка Участок энергетика Участок механика И что самая Я Механики не могу не работать На и ночами Но у них есть такое желание работать ночью, пусть работают. А мы участок энергетика, мы работаем только днем. И что самое интересное, у механиков оклад 27 тысяч, у энергетиков 22 500. Хотя квалификация энергетиков намного выше, чем у механиков. Ну, что-то умеют делать они, что-то не умеем делать мы. Но мне приходится работать и на механиков, и на энергетиков. Они заставляют осваивать резку большим резаком. Ну, ладно, я освоил. Наплавку на наплавочных машинах. Хорошо, я освоил. Приходится выполнять эти работы, а оклады повышать не хотят. И я уже сколько их просил. Просил Лоскутова того же, директора нашего завода, что повысите оклад. А вот ты не умеешь вот это делать. Хорошо научился. А вот ты вот и зато не умеешь вот это делать. Зато они не умеют делать, зато механики не умеют делать то, что умею делать я. Ну, вот, например, паять медные шины. Или варить те же трубы. Ну, вот смысл в том, что они экономят деньги работодателю. Вот это все. И это просто отговорка. Да, я согласен. А вытащить из них эти прибавки к зарплате можно только борьбой. Соответственно, нужно поднимать коллектив. То есть вам нужно вести пропаганду. А вот газеты вы раздаете? Я обязательно даю газеты «Трудовая Россия». Кстати, некоторые слесаря очень не любят эти газеты. Считают это пропагандой. Ну, пусть пропаганда... Да, это пропаганда, я согласен. Я оставляю их у кузнецов на участке. Хотя наши слесаря тоже их бывает и читают. Ну, некоторые считают, что не считаются с ними, не согласны. Ну, просто согласны только с тем, что вот как-то спокойно вот так вот жить, не борясь. А зачем это надо? Так что вот... Я член РКРП, я официально там состою. Вот так.